Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет небольшой урок английского языка. Мы с вами выучим идиомы, которые американцы используют в повседневной речи, и эти идиомы связаны с частями тела, с частями человека. Итак, начнем. Начнем мы с вами с наших мыслей, с нашего мышления, со слова mind. И первая идиома – make up your mind. Если кто-то говорит тебе make up your mind, это означает, что он просит тебя принять уже наконец-таки решение. Это означает decide, то есть прими решение о чем-либо. Следующая идиома – out of your mind, что переводится как быть не в своем уме, то есть crazy. Если вы говорите кому-то you are out of your mind, это значит, что ты сумасшедший, ты сошел с ума. Но, конечно, не в прямом смысле, да, а в переносном. Следующая идиома – to have mind of my own – означает иметь собственное мнение. Например, если кто-то говорит вам I suggest you to do this, то есть я тебе предлагаю делать вот так, вы можете ответить ему – no, no, I have mind of my own, то есть у меня есть собственное мнение, на этот счет я сделаю по-своему. И следующее выражение, которое многие, наверное, знают – to keep in mind, что переводится дословно как запомнить, держать что-то в памяти. Теперь мы с вами перейдем к слову head, к слову голова. Первая идиома – это to keep your head above water, что переводится дословно как держать свою голову над водой. По-русски это можно сравнить с идиомой, с выражением «держаться на плаву», и чаще всего это используется, по крайней мере, в американском английском, именно в связи с преодолением каких-то финансовых трудностей. То есть вы можете сказать Следующее выражение – это Ну, тут, в принципе, можно перевести дословно, и это то и будет означать. Переводится это как «используй свою голову», то есть подумай перед тем, как что-то делать. Так, ну ладно, это было легко. Следующее выражение – Не вешай нос, вот такие вот аналогии в русском языке можно привести этому выражению, и еще можно использовать такое синонимичное выражение, как То есть приободрись, то есть несмотря на все трудности, да, держись бодрячком, как бы, и не унывай. Не унывайте, главное – не унывайте. Следующее выражение со словом «head» – голова – это Google-переводчик переводит это выражение как «кувырком», но намного чаще это выражение используется, когда вы говорите «I'm head over heels for someone», что означает, что вы по уши влюблены в кого-то. «I'm head over heels my husband» – я просто по уши влюблена в своего мужа. «I'm crazy about him». Вот как это используется. Например, вы открываете какой-то бизнес, и у вас возникают проблемы с созданием ООО, или с регистрацией индивидуального предпринимателя, у вас вдруг не хватает денег, чтобы снять офис, и это вот такие начальные проблемы, да, на начальном этапе какого-то дела – это Следующее выражение, которое, в принципе, тоже довольно часто используется – это В общем, язык. Переводится это дословно как «связанный язык», но означает это то, что вы скромный и неразговорчивый. If you have a tongue-tied, то есть связанный язык, means that you are too shy or too embarrassed to speak, то есть вы слишком скромный или стесняетесь, чтобы начать говорить. Следующее выражение – on the tip of my tongue, что означает «на кончике языка», и это выражение вы можете использовать тогда, когда вы хотите сказать, что вот что-то у вас вертится на языке, но вы не можете вспомнить. Такое часто бывает, да, согласитесь? Вы можете сказать «I can't remember, it's on the tip of my tongue», то есть «не могу вспомнить», это на кончике моего языка, вертится на языке. И это тоже довольно часто используемое выражение. Следующее выражение, которое я советую вам запомнить, которое тоже можно часто использовать – это «frog in my throat», что дословно переводится, что у меня лягушка в моем горле, и обычно это выражение используют, когда у вас немножко першит в горле, да, или так оно чешется. Также вы можете сказать «sore throat», то есть «у меня болит горло», но иногда можно использовать и «frog in my throat». То есть это не всегда обязательно означает, что у вас именно болит горло. Например, вы вчера ходили на какой-нибудь концерт рок-группу, очень сильно кричали, и с утра у вас вот «frog in the throat», и вы не можете говорить, у вас першит в горле сильно. Next idiom, следующая идиома – это «to stick your nose», что переводится по-русски как «совать свой нос в чужое дело». И человек, который постоянно суёт свой нос в чужое дело – это «noisy», то есть дословно «носатый». Но если вы называете кого-то «noisy», это значит, что он суёт свой нос в чужое дело. Только не путайте со словом «noisy», да, «шумный», «noisy» и «noisy» – это разные слова. Перейдём с вами к глазам. Есть такое выражение, которое супер просто часто используется, я очень много раз его слышала от native speakers. Это «to keep an eye», то есть «to keep an eye on something», что переводится как «следить за чем-то» либо «за кем-то». Например, вы с мужем на детской площадке, ваш ребёнок качается на качелях, вам нужно куда-то отойти, и вы говорите своему мужу «keep an eye on our child», типа «последи за нашим ребёнком». Ну, что-то в этом роде. Следующее выражение. Глагол «to peel» означает что-то чистить, обдирать. Например, «pilled potato» – это очищенная картошка. Но само выражение «to keep my eyes peeled» означает тоже не сводить глаз с чего-то, очень тщательно и пристально за чем-то или за кем-то следить. То есть это не значит, что у вас очищенные, ободранные глаза. Следующее выражение со словом «eyes» – «глаза» – это «to have your eyes in the back of your head». Переводится дословно как «хранить, держать свои глаза у себя на затылке». И означает это «быть осведомлённым обо всём, что происходит вокруг». Например, вы можете сказать, что «my teacher has eyes in the back of his head». То есть ваш учитель постоянно всегда видит, что каждый из вас делает на занятии. Вы можете так сказать, например, про своего босса, который тоже постоянно осведомлён о том, чем занимаются его сотрудники и так далее. Следующее выражение, которое тоже часто используется, это выражение со словом «ухо» – «to have an ear for». То есть дословно иметь ухо для чего-либо. Если кто-то «has an ear for something» – означает, что он, ну, хорош в чём-то. То есть вы можете сказать «вау, у вас такой хороший слух». Или вы можете сказать наоборот, что кто-то «doesn't have an ear for something» – например, «for music». И это будет означать, что типа ему медведь на ухо наступил. Осталось у нас с вами три последних идиомы, которые связаны с лицом. И первое идиома или выражение – это «to faced», что означает «двуличный». Следующее выражение, второе, тоже очень популярное – это «face to face», что, в общем-то, переводится и означает «лицом к лицу», да, то есть «personally» и «без посторонних». Вы можете говорить с кем-то по телефону и сказать ему «let's discuss this face to face», то есть «давай обсудим это лично». И третья идиома, она мне почему-то очень нравится, я ее уже несколько раз использовала, это идиома «to face the music». Это означает «принять последствия ваших действий, ваших мыслей». Например, вы приходите домой и говорите «мама, я решила бросить университет», и мама говорит «ok, but you have to face the music». То есть она говорит «хорошо, но тебе придется потом разбираться с последствиями того, что ты сделала». На этом у меня все, но у меня для вас припасено еще несколько идиом, которые связаны как-то с частями тела человека, и мы их с вами рассмотрим в одном из следующих видео. Спасибо большое, что вы подписаны на мой канал, и спасибо за просмотр этого видео. Увидимся с вами через неделю в следующем видео. Пока-пока!